уважаемые коллеги добро пожаловать на наш четвертый семинар по гистотехнике и наш короткий семинар сегодняшний будет посвящен вибротомии ну и прежде всего нам нужно как всегда поговорить о достоинствах и недостатках этого метода собственно говоря зачем нам нужна вибротомия что нам не хватало в других техниках при всем удобстве парафинного метода мы уже знаем когда говорили с вами о креотомии что есть несколько неприятностей связанных прежде всего с селективной экстракцией определенных классов веществ кроме того парафинного метода можем работать только с фиксированным причем хорошо фиксированным материалом соответственно с плохо фиксированным или живым материалом работать невозможно у нас значительное время обработки ну и еще один ограничивающий фактор это снижение иммуногенности ткани так как нужна фиксация нужна проводка через дополнительные среды то конечно же иммуногенность ткани возможность применения дальнейшем видео для иммуногистохимии или иммуноцитохимии если хотите иммунофлуоресценции сильно ограничена криотомия которую мы с вами рассмотрели также имеет некоторое количество недостатков во первых мы не можем работать при помощи нее с живой тканью потому что после замораживания после физической фиксации пониженной температуры ткань уже не будет живая плюс у нас были с вами некоторые артефакты заморозки которые могли изменять и микро и макро структуру наших срезов то есть соответственно давать некоторые артефакты плюс есть некоторые сложности в случае криотомии при работе с толстыми срезами что она может быть полезно при например конфокальной или двухфотон или мультифотонной микроскопии когда мы хотим посмотреть именно пространственное расположение различных областей нашего препарата друг относительно друга и на помощь нам данном случае может прийти вибротомия которая решает несколько задач первое достоинство в случае вибротомии так как резко происходит очень бережно и она происходит в растворе в буферном растворе либо в питательной среде можно подобрать совершенно любую комбинацию веществ которая вам нужна для того чтобы резко происходило в них и здесь нет необходимости в предварительном уплотнении ткани то есть нам не нужно ее заливать или замораживать это существенный плюс который на самом деле сразу же позволяет нам решить еще одну задачу мы теперь можем работать с живой не фиксированной тканью если нужно изготавливать органатопные например срезы которые нам понадобятся в дальнейшем для каких-то физиологических исследований либо для измерения активности каких-то ферментов либо для выделения каких-то биомолекул в максимально близком к живому состоянии то конечно это единственный вариант изготовления таких средств опять же нет необходимости в дегидратации и все связанные с этим проблем у нас также пропадают нет необходимости фиксации хотя можно резать на вибротомии и фиксированные препараты если нам нужно например получить толстые препараты с более-менее какой-то понятной нам фиксации в том же самом нейтральном загуферном формалине что еще важно не происходит раскалывание клеточных мембран то есть у нас содержимое клеток в нашем препарате за исключением двухорневых поверхностей нижней и верхней оказывается интактным все содержимое клеток оказывается внутри этих клеток что позволяет получить лучшую контрастность на иммунофлюресенции иммуногистохимии и в принципе так как резко происходит в очень большом объеме буферного раствора эти раневые поверхности содержимое клеток которое было разрезано оно створяется в этом большом объеме таким образом в принципе не мешает не оседает нигде на нашем препарате не увеличивает фоновую в метку лучше подходит для иммуногистохимии иммунофлюресенции в том плане что так как нет дегидратации фиксации заморозки у нас иммуногенность ткани не снижается но здесь нужно быть очень осторожным потому что при вот этих плюсах при обработке с иммуногистохими или иммунофлюресенции у нас появляется проблема в том что сами по себе клетки не повреждены не повреждена их мембрана большинстве случаев и возникает вопрос когда ставить тогда антитела внутрь таких клеток поэтому здесь если материал у вас например фиксированный вы его при помощи вибротомии режете вам может потребоваться продумать дизайн эксперимента для того чтобы увеличить проникновение антител более того срезы у нас толстые соответственно можно использовать какие-то детергенты твин сотый тритон сотый твин 80 еще что то ну и при помощи определенных техник того же самого метода свитч которым я буду рассказывать через несколько лекций улучшить проникновение антител вглубь препарата чтобы помеченными оказалась не только верхняя и нижняя часть препарата но есть препарат также в глубине таким образом да иммуногенность лучше но есть некоторые моменты на которые нужно обратить внимание кроме этого возможно изготовление толстых срезов под толстыми я понимаю срезы больше 50 микрон то есть это срезы для конфокального если мы говорим до 100 120 микрон либо мультифотонного если мы говорим о более толстых срезах микроскопа на самом деле еще одно применение вибротомии если вы работаете с какой-то тканью или органом который очень не гомогенный очень сильно различается по своему строению вы хотите взять скажем на электронную микроскопию только какую-то часть этого органа то можете делать срезы например пол миллиметра по толщине это возможно и в дальнейшем уже из этого среза выделять тот участок который вы хотите взять например на микроскопию электронную либо который вы хотите дальше порезать залить в пластик и порезать уже залитый в пластике для более тонких срезов тех же самых гистологических то есть в принципе еще одно применение это вот такая вот скажем так мезотомия не микро не макро а некая средняя по размерам таким образом понятно что метод конечно нишевый если можем решить нашу задачу при помощи парафинового метода прекрасно решаем ей если при помощи криотомии да несомненно решать криотомии и если у вас не осталось других вариантов тогда конечно остается только резко при помощи вибротома какие недостатки у нас есть у этого метода на самом деле метод не рутинный здесь очень много ручной работы и резко возможно только отдельными срезами здесь нету среды в которой мы заключаем вас не получится красивой ленточки и более того эти срезы придется монтировать прямо из воды в которой вы резали либо растворе в котором резали на стекла каждый срез придется отдельно ловить отдельно его расправлять то есть это достаточно такой метод кропотливый размер блока к сожалению ограничен небольшим размером ну полтора два сантиметра это наверное максимум что можно и тонкие срезы конечно на вибротоме сделать очень сложно то есть наверное минимальная толщина срезов для очень удачных образцов это порядка 15-20 микрон но это редко получается я бы в расчет брал более 40 микрон для большинства тканей более 40 микрон нарезать в принципе уже на вибротоме можно опять же так как у нас толщина большая то антитела и краски проникают препарат дольше дольше ну и смотреть на обычном микроскопе проходящего света или на обычном провисцентном микроскопе такие препараты будет уже сложно за счет именно толщины про сложность монтирования на стекло я уже говорил в случае если вы работаете с мягкими нефиксированными тканями например с мозгом требуется достаточно длительное время обучения как получить хороший срез как его монтировать в камеру с которой вы дальше работаете или на стекло то есть это требует гораздо большего времени именно ручного ну и если у вас вибротом производители отличных от райхерта сейчас уже к жалению лейки то конечно же нужно очень аккуратно ставить лезвие с тем чтобы при резке не возникало различающих по толщине полос параллельных ножу у лейки эта проблема решена при помощи специального устройства и врача к ним буду рассказывать который позволяет уже закрепленный нож выровнять в плоскости среза в чем суть микротомии вибротомии в данном случае если вам приходилось резать мягкий хлеб который только-только что был испечен то вы знаете что если вы будете резать просто надавив на него ножом то такой хлеб у вас на самом деле будет не резаться а сминаться то же самое с живой нефиксированной ткани но с другой стороны если при резке вы будете совершать возвратно поступательное движение ножом то за счет этого вы сможете гораздо более аккуратно разрезать ваш хлеб и получить вполне приличные срезы которые могут быть в том числе и толстыми если необходимо и достаточно тонкими ну и деформироваться они за счет вот этого движения будут меньше понятно что в случае ткани медленные движения медленное вот такое вот пиление не получится оно будет ткань деформировать но с другой стороны если у вас ткань находится в воде если движение лезвия будет очень быстрыми и лезвие не будет иметь на себя каких-то зазубрин выступов и так далее то за счет нахождения в воде за счет инерции ткань будет оставаться более менее неподвижной а вот ножик будет как раз такие движения осуществлять за счет чего мы можем получить тонкий срез где внутренняя структура у нас не повреждена исключением двух вот этих храневых поверхностей которые остаются и при этом сохранить всю внутреннюю структуру в хорошем качестве понятно тут не мог удержаться не приведя кадр из мультфильма как выглядит настоящий микротом самый современный микротом представлен здесь от фирмы лейка и он очень похож на вибротом в данном случае санны него двигается вперед назад ножек препарат крепится в этой ванночке не подвижно и в виде ножика вот держатель который использует обычные одноразовые бритвы то есть не специальные микротомные ножи а одноразовые бритвы которые раньше использовались в станочках для бритья при этом специальное устройство позволяет всю вот эту конструкцию двигать достаточно быстро в этом направлении сдвигать до нескольких миллиметров с частотой если не ошибаюсь по моему чуть ли не 50 герц то есть быстро и как вы видите образец находится в такой вот ванночке которую можно заполнить раствором а по периметру этой ванночке есть вот такое свободное место куда можно положить например лед или на самом деле лед с водой чтобы вся эта ванночка и образец который вы режете находилась при определенной температуре скажем около плюс четырех градусов конечно здесь можно пользоваться это все и без бинокуляра можно пользоваться с лупой но вот бинокуляр он конечно наиболее удобен подымается здесь к ножу сама по себе ванночка с препаратом и так как при вот такой вибротомии очень небольшое действие оказывается на сам препарат который режется то крепится он обычным клеем который вам дальше покажу к просто металлическому диску для удобства чтобы резко происходило без дополнительных вибраций чтоб не было каких-то сложностей здесь все моторизован то есть у вас нет никаких ручек которые можете управлять у вас есть только вот такой вот пультик с которого вы можете примерно как на ультрамикротоме задать окно резки где начать резку где закончить скорость резки шаг на который будет у вас подыматься препарат ну и два важных вещей это амплитуда и скорость движения ножа что у нас раньше было нам недоступно давайте посмотрим на этот же вибротом поближе и мы с вами здесь должны увидеть сразу же несколько вещей ну прежде всего магнитный диск на который устанавливается столик с препаратом то есть здесь у нас будет находиться дальше препарат который можно будет резать второе вот это вот черная коробочка заполненная уже например специальной жидкостью для произведения органотопных срезов живых переживающих срезов мозга как вы видите коробка внешне здесь как раз заполнена льдом на самом деле если вы будете резать образцы фиксированные охлаждение их сильно улучшит качество срезов потому что липиды как вы понимаете при более низкой температуры становится более твердым но чем более твердый у вас получается образец тем легче будет вибротому на самом деле резать дальше нужно обратить внимание на лезвие как вы видите здесь лезвие обычное как раньше использовалось в бритвенных станках и есть возможность установки угла этого лезвия здесь будет три риски самое крайнее вот здесь и вот здесь зависит того насколько вы будете поворачивать при помощи отвертки вставленной с этой стороны прибора вы можете выбрать немножечко различающийся угол резки на самом деле существует только один правильный угол резки но в некоторых случаях если уже ничего не помогает можно чуть-чуть его меняя себе жизнь упростить или усложнить зависит того как вы будете его менять и очень важные две вещи на которые нужно обратить отдельное внимание я их отмечу красным это винт который фиксирует всю эту каретку и винт который сейчас закрыт колпачком черным таким который позволяет положение этой каретки вот в этом направлении немножко перекашивать для чего это нужно вам никогда не удастся вставить бритву так чтобы вот эта часть была абсолютно ровной и за счет этих двух винтов вы сможете выставить это положение при этом этот винт нижний назначим ему зеленым цветом он каретку просто ослабляет его нужно открутить первым номер один потом можно будет изменить положение каретки номер два ну и потом вам нужно будет этот винт который был под номером один опять закрутить чтобы каретка была зафиксирована иначе она при включении вибрации просто раскрутится все винтики выпадут придется их долго собирать основные вещи которые здесь мы с вами посмотрели и давайте тогда поговорим о том какие столики для вибротома используются в виде столиков они бывают разных немножечко типов чаще всего встречается вот такой вот регулируемый столик который держится просто за счет магнитика здесь внизу у него находится магнит ну и в основании тоже есть магнит который держится точно так же магнит есть вот в этой нижней части то есть этот столик можно просто одеть поверх вот этого пенька который находится в ванночке для переноски есть вот такой удобный инструмент для поворота магнитного диска есть вот такой инструмент ну и нам осталось только обсудить каким образом мы теперь с вами во-первых настраиваем наш вибротом и каким образом мы делаем пробподготовку для того чтобы можно было на вибротоме порезать наш образец и первое что нужно настроить после того как мы все сделали это как раз вот этот перекос лезвия о котором я говорил если лезвие у вас не параллельно вашему блоку как нам бы хотелось предположим что вот лезвие которое мы хотим чтобы было абсолютно идеально но такое не всегда к сожалению возможно сами все лезвия не очень хорошие плюс при установке можно чуть-чуть там буквально на какие-то доли миллиметра сместиться и если такое произойдет то срез как видите получится с одной стороны более-менее ровно с другой стороны так как будет чуть-чуть больше лезвия совершать движение он будет большей поверхности то есть он будет здесь загибаться разворачиваться махриться портиться что нам конечно бы хорошо избежать у лейки есть вот такое вот устройство которое они назвали вибротчеком абсолютно примитивное по своему внутреннему строению но очень удобное для нашей работы что оно из себя представляет внутри него есть всего лишь инфракрасный светодиод и фотоидиод который принимает этот свет прибор ставит лезвие так чтобы в центральной части это лезвие наполовину перекрывало этот лучик и дальше включает вибрацию если лезвие перекошено хотя бы в одну сторону то этот лучик будет перекрываться то больше то меньше и яркость света будет не постоянная какая-то средняя максимально минимальная она будет меняться по какому-то закону за счет вибраций прибор может посчитать эту амплитуду и сказать вам насколько нужно повернуть вот этот вот верхний винтик о котором я говорил здесь у него есть плюс-минус насколько оборотов в одну или другую сторону нужно повернуть чтобы у вас выровнялось это лезвие но опять же напомню последовательность действия следующая первое вы откручиваете вот этот винт после этого второе вы регулируете вот этот винт насколько вам сказала программа и обязательно нужно не забыть третье вернуть этот винт опять в закрытое состояние то есть вы включаете ваш вибротон обычно о нем написано вся последовательность действий ставите вот этот виброчек нажимаете кнопочку далее он включает подводит к лезвию на нужную высоту включает вибрацию проверяет сколько вам нужно сделать оборотов в плюс или в минус пишет это на экране вы откручиваете первый винтик потом второй винтик поворачиваете на необходимое количество оборотов закручиваете опять первый винтик полностью и еще раз нажимаете кнопочку ok чтобы проверить полностью устранен перекос вашего лезвия что про лезвие еще нужно отметить обычно они приходят в заводской упаковке в масле его желательно смыть с лезвия и на нем еще бывает клей к которым приклеен пакетик этого лезвия это нужно все снимать потому что наличие масла и наличие вот этого клея на поверхности лезвия оно будет очень сильно драть препарат протереть можно обычной фильтровальной бумагой например сполоснуть в каком-нибудь органическом растворителе если необходимо и здесь мнения немножечко разнятся кому-то больше нравится лезвие без стефлонового покрытия кому-то больше с стефлоновым покрытием на самом деле для своих задач я честно говоря не увидел большой разницы между этими двумя типами лезвия и то и то очень хорошо режет настроили мы с вами прибор и теперь каким образом нам поместить на этот столик препарат самый простой способ это просто если у нас скажем почка или какое-то зерно в какого-то растения мы просто приклеиваем его на этот столик который у нас есть кругленький при помощи суперклея подойдет и импортный суперклей и суперклей момент это цианокрилатный клей который вот как раз пахнет цианином так хорошо чем интереснее этот клей он затвердевает при контакте с водой при влаге то есть если бы у вас влаги бы не было он бы и затвердевать бы никогда бы не стал в воздухе у нас всегда есть влага поэтому соответственно он затвердевает капаете капельку вашего клея ставите наверх этой капельки ваш препарат и все это уже готово для дальнейшей работы причем препарат в принципе можно только промокнуть чуть-чуть салфеткой его не нужно полностью от воды удалять клей этот работает хорошо и в таких влажных условиях возникает второй вопрос а как быть если образец какой-то неровной формы предположим мы хотим порезать два полошария мужичка ну и понятно что форма достаточно сложная и в случае резки мы можем какие-то части этой формы начать терять на самом деле мы можем наш образец залить в легкоплавкую огорозу легкоплавкая огороза она не затвердевает при температуре скажем 37 градусов есть разные рецепты разные огорозы ну вот есть легкоплавкая огороза которая затвердевает когда меньше 37 градусов 37 градусов даже для живого образца это в принципе вполне нормально и можно таким образом залить в огорозу включая даже целый организм например вот иногда заливают рыбок данио реррио естественно под наркозом естественно рыбка при этом уже как бы живая но обезболенная полностью и вот есть такая возможность то же самое с фиксированными препаратами которые уже никуда не бегают с ней можно пользоваться даже обычной огорозой при большей температуре которая затвердевает где-то около 40 градусов ну в принципе это тоже возможно остается только еще проблема которая может нам немножечко мешать это пузырьки и пузырьки которые могут оказываться внутри нашего объекта тем самым мешая нам в дальнейшем резать как быть с этими пузырьками можно использовать метод заключения при пропитке опять же не пропитка скорее заключение все-таки в этот ангар под вакуумом если же у вас нету вакуума можно сделать еще проще взять одноразовый шприц поместить на поршень этого шприца ваш объект и дальше в этот шприц просто набрать какой-то уровень огороза дальше вы двигаете поршень вашего шприца до конца чтобы у вас ваш объект указался выше скажем огороза у нас теперь до конца наш объект остается и поршень нашего шприца мы теперь после того как вы сюда подвели закрыв вход шприца просто оттягиваем вниз и держим некоторое время в таком оттянутом состоянии любой воздух который у нас оказался внутри нашего образца расширяется он выходит из нашего образца и можем повторить эту процедуру вернуть обратно поршень этот пузырек выгнать опять оттянуть поршень при закрытом входе в наш шприц ну и дальше обычно огороза начинает застывать дать ей нормально застыть можно даже поместить скажем там в четырех градусную воду если не живой объект чтобы это быстрее произошло и дальше вы просто вынимаете поршень из шприца и у вас оказывается такой удобный цилиндрик с вашим образцом заключенным внутри причем можно даже удастся сориентировать этот цилиндрик очень удобно клеить теперь на столик резать как-то его хранить что-то с ним дальше делать таким образом даже если у вас нету специальной установки вакуумной в принципе это не проблема клей для фиксации можно использовать и гелевый и жидкий жидким правда работает здесь несколько даже удобнее он быстрее работает какие используются для микротомии ножи в 90 случаях из 100 вы будете использовать обычные вот такие одноразовые лезвия к сожалению они сейчас сняты с производства поэтому если вы планируете работать с микротомом наверное их лучше пока они еще есть в запасниках различных магазинов закупить потому что специальные лезвия которые теперь начали выпускать для вибротомов они конечно стоят как-то неразумно много второй тип лезвий которые могут использоваться с этим вибротомом это так называемые сапфировые лезвия если кто-то покупал себе часы с сапфировым стеклом да это оксид алюминия он очень твердый сапфир по сути он практически не царапась то есть такой твердый но очень колкий нож он нужен в большинстве случаев только для двух приложений первое это когда ваш фермент с которым вы работаете в вашем срезе не переносит металл есть такие ферменты для которых металла в принципе не должно быть ни в буфере нигде и тогда вы можете использовать такое ножик ну и второе это если вы делаете переживающие срезы органотопные например вы дальше собираетесь работать методом patch clump с получившимся срезом с мозга тогда имеет смысл вот в таких сапфировых лезвиях в остальном все остальные проблемы можно решить обычным стандартным одноразовым лезвием какие параметры у нас остаются от перечисленных при криотомии и при микротомии какие добавляются угол наклона ножа точно так же у нас остается единственный правильный угол наклона но здесь на самом деле по своему опыту скажу можно немножечко его в некоторых случаях менять у нас появляется более важным скорость резки у нас появляется новый параметр амплитуды вибрации которой не было у нас остается параметр надежности закрепления образца потому что образец будет закреплен плохо он будет тянуться за этим лезвием ну и срезы конечно будут не очень хорошие у нас остается параметр который к сожалению не учитывают очень часто это температура жидкости это важно как и для живых образцов так на самом деле и для фиксированных как я уже говорил если очень мягкая ткань скажем плохо профиксированная или эмбриональная ткань мозг например то резать такую ткань будет очень-очень-очень сложно если же эту фиксированную ткань поэтому плюс четыре с ними ничего не сделает охладить до плюс четырех градусов цельсия то резко ее заметно улучшится это будет сделать сильно проще можно получить более тонкие срезы с лучшим качеством ну и последний параметр толщина среза здесь я бы рассчитывал на срезы ну хотя бы сорок микрон для начала потом уже можно попробовать мешать конечно до какого-то разумного предела толщину ну вот разумно получаемые самые тонкие срезы это порядка сорока микрон верхняя граница ну мне удавалось резать срезы полмиллиметра так что наверное можно резать и толще особых проблем здесь не было давайте посмотрим как разные параметры будут влиять на качество получаемого среза угол наклона как я уже говорил угол наклона ножа в принципе лучше выбрать один правильный и его дальше не менять но если режется все достаточно плохо то для мягких образцов можно поставить немножечко более крутой угол ножа не могу сказать почему это лучше но вот именно мягкие деликатные образцы как ни странно с чуть более крутым углом ножа могут резаться лучше скорость трески здесь правило немножечко забавное чем мягче образец тем скорость трески должна быть медленнее амплитуда опять же чем мягче образец который вы используете амплитуда должна быть больше чтобы он не успевал прилипнуть к вашему срезу или как-то вот размахриться если есть какие-то части которые могут на него дотронуться про температуру я уже говорил что для плюс четырех охлаждение может помочь во многих случаях ну и толщина среза немножко контратуитивная чем мягче срез чем большая толщина среза должна использоваться про угол ножа как я уже говорил что его можно конечно регулировать но все-таки есть вот одно абсолютно правильное положение если у вас угол ножа слишком острый вы осудил корябаете ваш срез то нож может закопаться в ткань и просто ее оторвать от подложки а возможно появление так называемого чаттера если блок достаточно твердый у ножа есть некая эластичность и нож будет то закапываться в ткань то чуть-чуть из нее выходить получится такой чаттер то есть венецианские шторы если бродит совсем мягкий если потверже то вот такой вот чаттер низкочастотный возможно формирование свитка если у вас очень толстый и мягкий срез то за счет того что угол ножа слишком большой немножко закапывается ваш блок получается что поверхности разные верхние и нижние верхняя поверхность больше ну и естественно тогда срез начинает закручиваться срез слишком малый угол ножа чередующиеся потолщение среза вы первый срез делаете второй раз просто ножом проглаживаете получается блок поврежденные срезы частичные срезы ну и венецианские шторы с очень низкой частотой когда у вас по сути дела срез срез вырезаются на двумя и тремя волнами ну и последнее слишком маленький угол вы можете по вашему блоку ножом на обратном прямом ходе очень хорошо двигать повреждать его возможно тоже отклейка блока от площадки самой или от огорода скорость резки если она слишком большая то срезы будут мяться крошиться лезвие может просто проскальзывать по блоку поскольку оно не будет успевать резать то ножик идущий вперед будет как бы подминать под себя блок пропуская некоторые части что очень похоже опять же на неправильный угол ножа ну и срезы через один или толстый тонкий это тоже показатель того что скорость резки слишком большая наверное из таких наиболее частых проблем остальные рассматривать не стоит и нужно отметить что то вот такая вот работа что с криостатом что с вибротомом сильно уменьшает время необходимое для обработки препарата почему если мы возьмем стандартную картинку которая у нас была когда мы с вами работали с парафиновыми срезами нам было необходимо провести дегидратацию переходную среду заливку регидратацию это занимало очень много времени и могло давать определенные артефакты в то же самое время использование вибротома и криостата позволяет нам в этой схеме пройти сразу напрямую к окраске либо гистохимической либо обычной и заключение нашего препарата в идеале если флуоресцентный препарат у нас так это можно сразу же в глицерин же без без влаживания 80% глицерин его и заключить для микроскопирования таким образом подводя итог вибротомия очень полезный и удобный метод он не может использоваться рутинно как криостат или парафиновая проводка потому что требует гораздо больших трудозатрат но позволяет решить целый ряд проблем иммуногенность препарата больше можем делать толстые срезы и на самом деле можем работать с нефиксированной и даже живой тканью получая органотопные срезы доступные для каких-то физиологических исследований на этом я думаю что мы сегодняшнюю лекцию с вами завершим следующая лекция у нас будет по окраске препаратов различным специальным окраскам и после этого будет лекция по иммуногистохимии и иммунофлюоресценциями ну а на этом я с вами на сегодня прощаюсь до свидания